31 декабря пока все бегали по магазинам в поисках забытого майонеза и всем было не до интернета и не до новостей тихонько скрипнула калитка за стенков кровавого режима и на свободу с чистой совестью выскользнул бывший министр жкх бывший вице-премьер правительства республики башкортостан борис беляев причем надо отметить что выскользнул он из цепких лап кровавого режима даже раньше чем вообще в принципе мог это сделать потому что с учетом всех послаблений которые были выписаны ему исполнительной системой наказаний российской федерации даже с учетом всех этих послаблений всех этих уступок и поблажек борис беляев должен был выйти на свободу 4 января но суд гуманно распорядился что нечего мужчине томиться на новый год в застенках дескать уже есть уважительные причины а именно в роскошном жилищном комплексе аристократ в уфе уже наполнен ароматным составом джакузи уже горят свечи уже согрет коньяк ну как тут бориса не выпустить на свободу ну в общем и выпустили давайте немножко оглянемся назад и вспомним как складывалась криминальная карьера высшего чиновника республики башкортостан вице-премьера бориса беляева 25 февраля 2021 года беляева арестовывают по обвинению в превышении полномочий которые повлекли за собой ущерб для бюджета аж в 95 миллионах рублей причем отмечу это в ценах 2017 года то есть тех пор прошло уже шесть лет сами понимаете что 95 миллионов в 2017 году это уже ну как минимум 150 миллионов нынче только спустя два года после ареста в 2021 году 28 марта 2023 года беляева отпускают из сизо под домашний арест и уже в июне 8 июня 2023 года суд приговаривает бориса беляева к шести годам колонии общего режима ну казалось бы справедливость восторжествовала вор в тюрьме и можно кричать ура и тихонечко подбрасывать вверх чепчики однако нет через пять месяцев 16 ноября 2023 года суд внезапно осознает всю ошибочность своих решений и снижает наказание борису беляеву с шести лет колонии до двух лет и двух месяцев колонии поселения именно благодаря вот этому внезапному прозрению справедливого суда беляев оказался на свободе через 44 дня после вынесения окончательного приговора ну что в сухом остатке два министра министра правительства хабирова которых он отбирал и назначал исключительно лично признаны уголовными преступниками согласитесь это уже немало хабиров почти два года пока длилось следствие упорно не хотел признавать криминальный характер своей управленческой команды и платил министерские зарплаты и беляеву кучербаеву в общей сложности ради фаритович выделил этим двум уголовникам примерно 12 миллионов рублей зарплаты вот в тот период когда они сидели в СИЗО и шло следствие ну теперь давайте разберемся что же с ущербом два суда абсолютно бесспорно доказали что ущерб составил 95 миллионов в ценах 2017 года ну этот ущерб своими действиями или бездействиями нанесли беляев и кучербаев вот в этой истории с очистными сооружениями в кумертау в ходе следствия у беляева было арестовано следующее имущество квартира 107 квадратных метров земельный участок 1,6 гектара и еще один земельный участок пол гектара ну по примерным оценкам это имущество оценивается примерно в 35 миллионов рублей у кучербаева недвижимости не арестовывали но арестовали гигантскую сумму денег на счетах еще у беляева в загадочном пользовании находится имение на пяти гектарах загородное имение и значит в этом имении имеется в том числе и 500 метровый жилой дом и еще много-много всяких замечательных построек бани всевозможные беседки для отдыха и так далее так далее правда следователи не заинтересовало кто же этот щедрый человек или организация которые передали беляеву в бессрочное пользование вот такое все великолепие ну ладно пользуется и пользуется теперь собственно напрашивается финальный вопрос будет ли обращена в государственную собственность вся вот эта масса арестованного имущества и денег у беляева и кучербаева хотелось бы об этом узнать будет ли такое решение но и вывод напрашивается естественно сам собой если ты вдруг друг хабирова ну или хотя бы взять его друга то тогда за ущерб бюджету примерно на 100 миллионов рублей ты выходишь на свободу через 44 дня после оглашения приговора кроме того ради хабиров публично заявил что ждет преступников с нетерпением значит на свободу и ну он четко мы прояснил что будет ждать их с распростертыми объятиями потому что тут же предложит им работу тут же даст им возможность возместить все вот эти вот нелепо утраченные арестованные ценности ну чтобы уж как говорится люди жили в привычной среде вот такой вывод напрашивается то есть вопреки всей логике вопреки даже в общем то юридической логике который в принципе наверное должен следовать дорогой ради фаритович вопреки этому всему мы видим что два преступника которые осуждены судом у которых установлен существенный ущерб государственному бюджету что является тяжким преступлением вот этих обоих друзей хабиров с нетерпением ждет на свободе один из них беляев уже на свободе и видимо после нового года ради фаритович бросить все дела и начнет трудоустраивать бориса беляева чтобы он ну смог как говорится вернуться свою привычную среду где много-много государственных денег где можно немножко от них там видимо отщипнуть откуснуть или что нибудь такое я не знаю точно утверждать не берусь но а что еще собственно умеет делать борис беляев так что ну хабиров его характеризовал как крутого профессионала и видимо без него а команда хабиров функционировать нормально не может